Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня такая же вытрепещущая и очень важная на мой взгляд тема это радость во время войны. Имеем ли мы право на радость во время войны? Потому что сейчас много разных мнений, некоторые просто обвиняют их, как вы можете радоваться, когда идет война, когда погибают люди и так далее. Давайте разбираться в этом, потому что крайне важно в этом разобраться. Почему крайне важно? Потому что сберечь свое психическое здоровье, сберечь свою личностную составляющую, так же важно, как сберечь себя физически. Не менее важно, чем сберечь себя физически. Давайте разбираться в этом вопросе. Да, происходят ужасные вещи, и мы чувствуем глубокую печаль по этому поводу. Мы её чувствуем, она есть, это нормально, мы проживаем эту печаль. Значит ли это, что у нас не может быть больше никаких чувств, кроме печали? Нет, конечно, это не значит, что мы не можем чувствовать другие какие-то чувства. Понимаете? Потому что эмоции всегда перетекают одна в другую. Если человек завис в одной эмоции, это уже клиника. То есть, ну это ненормально, такого просто не может быть. Это патология уже тогда, понимаете? Это патология. Вот, и сейчас мы посмотрим про радость. Во-первых, задайте себе вопрос. Если вас мучат вот этого, что вы радуетесь, а радоваться как бы нельзя. Вроде бы как стыдно сейчас радоваться. Когда вы радуетесь, кому вы причиняете вред вот этой своей радостью? Причиняете ли вы кому-то вред сейчас? Это очень важный вопрос. Вот сразу его себе задавайте. Второе, что очень важно. Для того, чтобы сохранить себя, необходимо получать какие-то позитивные подкрепления. Кстати, опять же скажу о своем телеграм-канале, который я специально для этого создала. Потому что очень много негатива. Его надо обязательно чем-то обезвреживать. Понимаете? Его надо уравновешивать. Иначе это могут быть потом, может сейчас не быть заметно. Потом это могут быть очень тяжелые последствия для психики. С которыми можно будет потом работать всю жизнь и не проработать. Я не преувеличиваю сейчас. Поэтому наличие радости в жизни сейчас. Наоборот, я призываю, в каждом ролике почти, призываю радоваться чему-то. Вот прям задачу себе поставить. За день чему-то порадоваться. Лучше много, чтобы было каких-то мелочей, пусть мелочей, но радостных. Понимаете? И какой-то юмор, какое-то что-то у каждого свое. Чтобы не было запрета вот этого на радость. То, что вы радуетесь, это не отменяет вашу печаль по поводу этих страшных событий, которые происходят. Оно не отменяет печаль. Оно просто еще, кроме печали, у вас есть другие чувства. И это абсолютно, абсолютно нормально. Мало того, когда вы входите в печаль, постоянно в этой печали, и вы множите ее. Есть люди, которые умножат ее, они упиваются этой печалью. Это отдельный разговор. Или упиваются гневом. То вы разрушаете не только себя, но и своих близких. И часто своих детей. Что вообще очень... Ну, вообще, как бы это... Это просто прямой ущерб нашей нации, если хотите. Потому что детские травмы остаются на всю жизнь. Так вот, я говорю это для того, чтобы вы поняли, как важно сберечь себя в этой войне. Как важно сберечь себя, потому что если вы выживете, выйдете из этого, но вы выйдете эмоциональным инвалидом, и вы выйдете совершенно разрушенной психикой, то это как бы будет... Ну, это как бы... Ну, это очень грустно. И это значит, что вы проиграли. Понимаете, в этой войне. Лично вы. Лично вам нанесен такой ущерб, что уже все. Поэтому радоваться необходимо. Я сто раз уже говорила, по-моему, о том случае, как мне рассказывала бабушка, которая бежала вместе со своими друзьями от бомбежки. Они бежали из Минска во время начала Второй мировой войны. И они, и все равно они шутили и смеялись на привалах. Потому что психика себя защищает. Потому что это нормально. Грустить нормально. Злиться нормально. И радоваться тоже. И сейчас, наоборот, дефицит радости. И нужно подумать о том, как себе его компенсировать. А не виноватить всех, понимаете? Или слушать чьи-то обвинения, что вот нельзя радоваться. Нет. Мы должны выйти победителями. Мы должны выйти психологически сохранными из этого испытания. И на более высоком психологическом уровне. С вами была Мария Липинская. Обнимаю вас. Приглашаю на свой телеграм-канал. Ссылку оставлю где-нибудь в описании или в самом посте. До наших новых видео встреч. Субтитры сделал DimaTorzok